А только что осталось? Вот, допустим, что там? Вот, смотрите, что-то осталось. Для жителей Хлеборобного уже несколько лет. Культура – этот вокальный коллектив. Дома культуры почти нет. Дух творчества выветривается сквозь щели в потолке и стенах. Только ради артистов жители на свой страх и риск до последнего приходили в полуразрушенное здание, собирая шлаг. Вот такое вот все протекает. Но здесь еще не так сильно, да? Здесь еще не так сильно. Я, если вам сейчас покажу такие места... За 44 года ни одного капремонта. Внутри этот дом скорее без культуре. А это лишь первый этаж. На второй даже не поднимаются. Это место законсервировано 4 года. Мы туда поднимаемся от случая к случаю. Вот такое. Это у нас второй этаж. Раньше на втором этаже, там была библиотека. Сейчас она у нас в другом месте. Здесь вот все, все течет. Прежде в огромном ДК проводили кружки, собирали районные мероприятия. Особенно, когда в ближайших селах Смоленское и Первомайское свои домокультуры закрыли. Выжил только этот, но уже со своими достопримечательностями, свисающими с потолка сталактитами. Здесь была музыкальная комната когда-то. На это место без слез не взглянешь. Проливные дожди, оголили бетонные плиты. Пол ходит ходуном. Повсюду плесень, сырость и грибок. Некогда самый крупный культурный центр для двух сел превращается постепенно в руины. Неутешительную оценку дал и проектировщик. Он сказал, господи, да вы что, вам тут надо от земли до крыши все это переделывать. Поэтому единственная программа, которой мы можем, наверное, надеяться хотя бы на то, что нам когда-то поступят сюда деньги, это краевая адресная инвестиционная программа. Нам предложили это в проект составить и попробовать вступить в эту программу. Вы уже составили проект? Пока нет, потому что стоимость проектной документации 300 тысяч, это минимум. 80 тысяч рублей обещал дать местный предприниматель, но большая часть суммы ляжет на самих жителей. Для них, уверена глава поселка, 220 тысяч. Деньги неподъемные. Нам бы очень хотелось, чтобы наш дом культуры процветал. Ну, пусть, ну, не надо, хоть какую-то копеечку нам дали бы, или как-то, ну, наверное, на ремонт, или что-то, на реконструкцию. Но мы без этого же не можем. У нас и люди, мы не можем, и люди не могут. Мы идем по деревне, нас все спрашивают, а когда концерт будет? Когда будет концерт, а еще кружки. Люди говорят, сейчас детям кроме стадиона ходить некуда. Село начинает пустеть. Просто сидим дома, нам некуда выйти. В школе особо таких мероприятий нет, потому что нет преподавателей. И сюда не приведешь, кто с ними заниматься здесь будет. А тем более, если разрушится. Мне кажется, вот прям, если клуб сделать нам, у нас даже село, оно как-то вот, ну, оживет, больше оживет. Все-таки и молодежи будет больше оставаться. Мы очень в этом заинтересованы. Иного помещения у нас нет. Вот реально нет. И мы вот прям, помогите нам, пожалуйста, в этом вопросе. 300 тысяч рублей селу нужно собрать до октября. И собрать нужно. Еще одну зиму клуб может не пережить. В Хлеборобном уже установили коробки для пожертвований. Собирают всем миром. Администрация пытается привлечь районных предпринимателей. Помочь можете и вы. По сильной сумме для Дома культуры. Никита Ромаков, Илья Халяпин. День с толком. Продолжение следует.